Идти только вперед, не сдаваться и не пасовать. Именно с таким настроем Арина Москвичева отправилась в составе команды Приморского края на международные соревнования в город Новосибирск. Вместе с ней в краевую сборную вошли еще 9 спортсменов из Касанского округа. Александра Коп, Артем Матвеев, Денис Ходнев, Кирилл Плюснин, Полина Кривошеева, Виктория Власенко, Валерия Мартыненко, Арина Ташева и Полина Пинчук. Наших каратистов сопровождали и поддерживали во время соревнований два тренера Марк Фролов и Сергей Ходнев. Долго готовились, август, сентябрь, практически два месяца до начала турнира мы вели подготовку. Ну и в составе сборной Приморского края, там количество примерно 45 человек у нас было. Турнир достаточно конкурентный, все лучшие бойцы приехали на данный турнир. Мемориал Андрея Якутова – это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится в Новосибирской области на протяжении 32 лет в память об одном из первых спортсменов и тренеров, стоявших у истоков развития Киу-Кусинкай в Новосибирской области. В этом году соревнования получили международный статус, поскольку участие в них приняли не только представители России, но и спортсмены из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Пакистана, Афганистана, Ирана, Турции, Монголии и Объединенных Арабских Эмиратов. Общее количество участников практически было полторы тысячи человек. То есть в два дня большое количество поединков, там до 8-9 вечера были поединки. На протяжении нескольких дней спортсмены соревновались в различных весовых категориях, при этом показывая высочайший уровень мастерства и подготовки. Так Приморскому краю в общей совокупности удалось завоевать шесть медалей – три золотых и три бронзовых. Причем одну из них в упорной борьбе получила хасанская спортсменка Арина Москвичева. Стоит отметить, что Арина уже становилась победительницей соревнований памяти Андрея Якутова. В 2022 году она также заняла первое место, правда, на тот момент во всероссийских соревнованиях. Как вспоминает спортсменка, и в прошлый раз, и сейчас она была уверена в своей победе. Я была уверена, я себя настраивала, летела, я тоже как-то спокойна. И когда, ну вот, объявляли, получается, то, что вот готовится москвичева Арина, мы идем с тренером, я даже не переживаю. Ну вот, просто иду спокойно, ну и вышло все спокойненько. Арина четыре раза выходила на татаме. Ее соперницами становились спортсменки из разных регионов России. Но ей в каждом раунде удавалось одержать контроль над абонентом и даже нанести серию ударов. Первый бой у меня был с девочкой, тоже синий пояс, как я. Вот, ну бой прошел хорошо, то есть, ну там, не досрочная победа, ничего, просто по времени как. Получается, второй бой у меня был уже во второй день с желтым поясом. Девочка была достаточно-таки серьезная, я попала в голову. Третий бой был, получается, тоже с желтой девочкой, я ее пробила в живот. А четвертый финальный бой был с зеленым поясом, там тоже просто по времени. Сейчас очередная золотая медаль, диплом чемпионства и огромный кубок пополнили личную коллекцию Арины Москвичевой. А еще эти награды стали хорошим стимулом для других спортсменов. Я очень рад, что у нас есть чемпион Арина Москвичева. В дальнейшем будем только развивать успех в нашем виде спорта, ну и выступать на различных соревнованиях высокого уровня. Остальные ребята, конечно, тоже молодцы, проявили свой дух, характер. Бойцы приехали тоже неслабые со всех регионов России, поэтому все впереди, будем готовиться. Впереди хасанских каратистов ждут выступления на региональных соревнованиях и на первенстве России. Что ж, пожелаем удачи нашим спортсменам и будем надеяться, что они еще не раз смогут завоевать статус чемпиона. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.